Поступление от фракции, 7 минут. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, ну в отличие от коллег, которые пошли в Атлантиду там, или искать, осваивать Антарктику, я ездил по своей родной области и по Донбассу. Три вещи, которые меня возмутили. Во-первых, если бы вы послушали радио, как глумятся над нами с вами, над Государственной Думой, то первое, что бы вы предложили, внести ответственность на заглумление над государственным органом. Понимаете? Потому что Думу вообще в грязь превратили. И это при нашем молчаливом согласии. Хотя я не считаю, что мы здесь самые виноваты. Потому что любой закон проходит через Думу, потом Совет Федерации, и если он не подписан президентом, то он не вступает в силу. Второе, что меня возмутило, это Гайдаровский псевдофорум. Понимаете? Вот с моей точки зрения, в любом нормальном государстве правительство после выступления на этом форуме в полном составе должно написать заявление и уйти в отставку. А Улюкаев так вообще должен съехать за границу, потому что его уже должны обыскивать квартиру. Потому что такое выступление министров, кризис, это позор страны. Это все равно, что реклама, оттянись по полной. Понимаете? Когда ты уже там хапанул прилично, и можешь спокойно тогда заботиться о своих родных. Но, к сожалению, я встречался с теми, у кого нет даже на кусок хлеба. Понимаете? И они, на удивление, несмотря на 20-ти градусный мороз, приходили по 200 человек. Но они задавали вопрос, что же вы там? А что вы им ответите там? Если мы вам с этой трибуны 20 лет говорим, сельское хозяйство – основа страны. Не будем пахать и сеять, будем с протянутой рукой. И что? 1% мы из бюджета опять запланировали нищему селу. Я разговаривал с руководителем. Они сказали, что мы в этом году при нынешней постановке не отсеемся. Разговаривал с руководителями промышленных предприятий. Они сказали, что мы в течение двух недель отпустим людей в бессрочный отпуск. Потому что по 30% заниматься серьезно производством невозможно, при том, что нет отложенного спроса и никто не купит. А мы с вами вроде как все хорошо. Поэтому я настаиваю на том, от имени фракции, что вы поймите, если мы приехали, осознаем всю тяжесть момента, который изложили руководители фракции совершенно справедливо, то первое, что напрашивается, пригласить уполномоченных лиц. Великий Дворкович, но он ни на одном предприятии в жизни не работал. Понимаете? Он кроме институтов нигде не был. Поэтому я ему желаю здоровья, но я считаю, что это не ключевой вице-премьер. Здесь должен быть председатель правительства досрочно, с председателем Центробанка, которые должны доложить, каким образом они... Потому что я прочитал трижды выступление премьер-министра на Гайдаровском форуме. Там только что он не будет делать. А вот что будет делать? Ни одного слова. Понимаете? Не говоря уже о том, что банковал-то там Кудрин, который и завел в засаду нашу страну. Понимаете? Он сейчас там умничает, но на самом деле все денежки отправил туда, в американские, европейские и другие ценные бумаги господин Кудрин. Сегодня господин Силуанов продолжает его политику вместе с Улюкаем. А вы соглашаетесь, если вы не хотите их даже сюда послушать. Понимаете? Второе. Если вы послушаете предпринимателей, им вообще непонятно, почему деньги отдаются одними и тем же банкам, в том числе Чубайсу. Вот вы посмотрите, вы в антикризисной программе среди 20 банков обещали 100 банков, которым помогут. Теперь, конечно, оказывается, будет 22. Но среди них и банк Чубайса. Что же это за выдающийся деятель, которого, ну, боятся даже о нем говорить, не говоря уже о том, что отрезать вообще финансовую соску. Ну, нельзя же так. Ну, сколько же можно грабить страну? Четвертый вопрос. С моей точки зрения, я много раз об этом говорил. Программа правительственных часов должна отражать и отвечать и нам, и людям через эту трибуну, что будут предпринимать по самым злободневным вопросам вице-премьеры, премьер, правительство, Центробанк, тех, кто нам подведомственен. Но с моей точки зрения, вот правильно здесь Сергей Владимирович сказал, что у нас как бы жизнь сама по себе, а мы с вами продолжаем как бы сами по себе. Ну, неужели мы не чувствуем вот той ответственности, которая сегодня есть? Четвертый вопрос. Вы знаете, я со своими коллегами тоже был в Донбассе. Меня возмутило поведение наших пограничников и таможенников. Там полуторакилометровые пробки и над людьми из Донбасса глумятся. Понимаете? У них, когда с той стороны заезжают, заставляют почти разобрать автомобиль полностью. Понимаете? И это занимает колоссальное время. Это условия холода. Точно так же в эту сторону. Сказали, оформите вот эти документы. Оформили. Приезжаю. Я лично сам перевозил туда и подарки, и гуманитарную помощь. Но я, с учетом того, что я поговорил со всеми начальниками, от Южного таможенного до начальника поста, три часа перевозил грузы, которые очевидны. Если это сахар в мешках, ну это сахар в мешках. Понимаете? Если это подарки, ну их можно посчитать и по одной конфете за три часа пересчитать. Понимаете? Но мне кажется, что мы в корне неправильно. С одной стороны говорим, что нам объявили войну, а с другой стороны мы вообще усугубляем положение тех, кто вообще находится в засаде. Понимаете? По ним полят. Вот мы были там и в районе аэропорта. Там перемирия фугасят и в Луганске, и в Донецке каждый день по 20 раз. Причем и ураган, и все остальные вопросы. Мне кажется, что если мы осознаем, ну хватит играться. Сейчас Европа и англосаксы, они вообще очень линейные люди. За всю историю, если ничего-то наметили и порожи не получили, они всегда будут пытаться достигнуть своей стратагемы. Поэтому, ну кого мы убаюкаем? Мы дали возможность, уже бы Мариуполь давно забрали бы, если бы не дали команду остановиться. Понимаете? А там дальше бежали бы до Киева, и уже бы канал бы включили в Крым. Поэтому мне кажется, что нам надо, а, принять законы, вот послушать председателя правительства и председателя Центробанка. Второе. Есть комиссии по проверке доходов. Ну сколько будем держать министров, у которых в офшорных зонах предприятий, которые с бюджета получают деньги? Ну как же у нас проверяются эти финмониторинги и все другие? Ну это ж, с моей точки зрения, это ЦРУшники, которые на врага работают и сдадут первые.